Жилетку дружинника надевает глава советского района. Уже традиционно Владимир Сафронов и его сотрудники присоединяются к патрулю ДНД. Сегодня по плану пройти не только по оживленным улицам, но и заглянуть во дворы. Все хорошо. Ничего не беспокоит? Нет. Хулиганов нет? Нет, в нашем что-то тихо. Не дебоширит, да? Ну хорошо. Наряд обычно состоит из трех человек. Полицейский и два дружинника. Маршрут патрулирования гибкий. Его изменяют, исходя из обстановки и по просьбам жителей. У нас есть прямые линии, плюс общаемся непосредственно с главой администрации, с депутатским корпусом, которые к ним обращения идут, жалобы, что там хулиганят, распивают спиртные напитки. И исходя из этого мы туда направляем свои навыки. Дружинником стал и председатель общественного совета района Владимир Иванов. Для него, как для депутата, это шанс лично пообщаться с жителями. Я раз в неделю, раз в две недели. Я могу себе это позволить. И почти все депутаты из нашего райсовета тоже принимают участие. В одном из дворов на аэродромной к патрулю подошли жители. Их беспокоят соседи на первом этаже. Они нигде не работают, злоупотребляют алкоголем. Долги за коммуналку перевалили за несколько десятков тысяч. В квартире разруха обогревается семья газом. Их соседи беспокоятся, что однажды это закончится несчастным случаем. Проблемный адрес взяли на заметку. Уже после, подводя итоги патрулирования, глава района Владимир Сафронов признался, такие обходы помогают узнать район изнутри. Зашли во дворы, даже побывали в квартире, там, где неблагонадежная семья. Взяли на карандаш, завтра там будет участковый. Мы общались с населением, с бабушками, которые сели у подъездов. И мы видели положительную реакцию. На улице Советского района патруль выходит пять дней в неделю. При этом желающих стать народными дружинниками становится больше с каждым годом. Валерия Макарова, Сергей Баскин, События.